всем доброе утро сегодня суббота я хотела сегодня сделать окрошки но три магазина обошла нигде редиски не нашла и мы с мамой что-то редиску редьку никак то не не за не оставили себе не заготовили вот короче набрала на окрошку надеялась на то что куплю в других магазинах и и нигде нету ну все буду делать тогда солянку колбасы накупила думала на окрошку ну ладно сделаю солянку так что я купила бабушка мне учит они не говорит что говори что буду пытаться но навряд ли научусь уже смотрите что купила во-первых по списку да насколько я сегодня лишнего купила сначала покажу так вот мой списочек укроп лук зеленые огурцы яйцо оливки колбаса сахар туалетная бумага ну редиску забыла ну про нее я вспомнила бумага 2 2 2 2 2 2 рулончика мама говорит что они нужно цены говорить на продукты ну во первых у нас магазинов чеков не дают таких как в городе вот в одном дают в этом не дают и во вторых у меня не везде во первых на продуктах пишут чтобы сказать если где-то есть я конечно же скажу голове я точно я точно знаю что вот за это все заплатила 1930 дальше туалетная бумага 2 рулончика так вот маслиночки это я на солянку буду делать так бабушки сахар я и покупала она у меня уже его съела она любит сахар часть молоком с сахаром при кусочку вот это мои орешки фисташки кдв вкусные у них такое у них такая обжарка вкусно ну короче когда вы люблю 164 рубля вот тут не знаю сколько грамм а грамм здесь нету так опять сальцо грудинка сыр вот есть 85 сливочный хохланд так на грудинке у меня 8904 я же хотела делать окрошку купила укропу на укропе нужен уже нужен уже 2640 свежий укроп лук зеленый лук зеленый чё и гром бекон бекон 3920 или за сколько граммов нету огурцы воскресенские это наши местные хакаски у нас тепличный комплекс стоит возле города возле бакана свеженькие огурчики они вот не переросшие такие хорошие и вот в этой упаковке недолго хранятся так что сколько огурчики но вот эти вот два огурчика сто тринадцать рублей 40 копеек не знаю сколько здесь грамм здесь даже полкилограмма нету наверно так колбаска испанская колбаса сыра копченая 309 рублей соянский мясокомбинат но это наше место так это чтобы у меня лицо опухло я себе взяла не могу тоже пройти мимо как и мимо фисташек 100 рублей вот эта колбаса я запарма называется но я ее брала для окрошки не знаю сколько стоит яйца сто тридцать пять рублей десяток но это яйца первой категории они меленькие такие некрупные короче ну что 35 рублей десяток вот и у меня кошки тоже еду было здесь она где-то рублей 160 170 на на стоит здесь сколько грамм сейчас посмотрю 350 грамм я заказала я заказала ей на вальсберис 8 килограмм корма не вискоса не помню чё вот и еще идет 5 числа будет ну вот так сходила магазин расстроилась что нет редиски буду делать солянку но у меня мама солянку плохо кушает потому что там томат на томатку плохо кушать но она покушает один раз ну все значит мне для мамы нужно из курицы делать картошку тушеную а это она кушает хорошо вот принципе все солянку сделаю сниму может быть сегодня помидоры по посажу лампочку мне там дополнительную надо еще в мою в мой огород меня город сделать потому что того освещения маловато и мне надо пустить то освещение чуть ниже потому что рассеивается и теряется до растений мало доходит сегодня хорошо на улице тепло и прям погода такая снег идет и прям тепло тепло прям жара такая ужас мне жарко было еще что еще будет сегодня не знаю что еще будет может быть бутылки повинчу свои покручу может быть не покручу короче говоря еще дальше скажу что буду делать вот так пока пока так соляночку как готовлю особо долго рецепт не буду говорить потому что я ее уже почти приготовила ну вот коротенько отвариваю бульон здесь у меня говяные косточки варятся вот холодильники нашла ну мама у меня вечно колбасу чуть-чуть остается ну короче говоря все что в холодильнике остается все это в морозилку нас прячется вот все копчености тут и ветчина тут и копченую полу копченые кусочки и и мясо копченое все короче здесь нарезала сейчас пережарю по граммовки не скажу вот все что найду в холодильнике все что не жалко вот вообще как бы получается сначала это делаю и потом вот в колбасу уже добавляю морковку лук болгарский перец в принципе говорю кто-то делает по-другому кто-то не кладет болгарский перец но вот у меня он лежит его надо куда-то деть половина там его было я его сюда бросила вообще делаю говорю сначала вот это зажариваю потом вот это в свежем виде морковка лук постепенно здесь пережаривается но сейчас чего-то пока у меня это все с морозилки оттаивала я вперед пожарила овощи блин чуть не забыла надо же еще огурцы добавить так хорошего такого зажаристого состояния пожарила так сейчас я это выводить так бульон я уже сварила мясо сейчас ну тут не мясо тут в основном косточки нас а чуть-чуть сейчас это вот это вот мясо которое есть здесь я сейчас оно остынет эти косточки я его соединю от косточек нарежу и тоже брошу сюда в костюлю так ну все зажарку я сделала мясо я костей отделила на мясо не настолько там было много потому что это были обе кости короче дружку почти ничего не оставила пойдет маслы и все и теперь я все сюда перекладываю в бульон он так огурцы знаете да еще томатной пасты я две почти три ложки добавила ну потому что объем на 2 2 не 3 две ложки здорово томатского вы потому что солянка любит томатную пасту вот перекладываю взялась резать маслины это просто какой-то капец вы посмотрите какой ужас типа не банка то у меня отборные маслины 300 грамм без косточек но это что вот на них страшно смотреть свет ужасно не как вымоченные какие-то прям ужас я знаю знаете свое время смотрела передачу как делают вот эти маленькие грибы эти огурчики то корнишоны продают в банках и вот что их привозят в каким в каком-то уксусе там все синее было и вот думаю думаю тут наверное тоже самое почему я огурцы не покупаю никогда в новости если лучше у бабушек на рынке купить чем купить вот то что продается магазине вот серьезно там просто страхи как понасмотрелась я больше после этого не беру это синий уксус и вот в этом синем уксусе он очень крепкий такой очень концентрированный и вот в этом синем уксусе хранят их консервируют и потом когда привозят в больших бочках какую-то страну привозят их вот потом там разорова вымачивают от этого синего уксуса и вот уже потом раскладывают их банки там уже ничего нету там только вид один огуречный больше ничего нет страшное дело и вот оливки такой маслины такие же страх просто страх чем чем нас кормят и ничего другого не купить вот оно такое в магазинах у нас деревнях же мы же покупаем только то что привезут а провезут нам только то что им выгодно привезти купить за дешево продать задорого мой кошмар но все соляночка у меня готова будем садиться с мамой кушать смотрите какая она густая получилось не знаю сегодня вечером завтра утром стану буду маме картошку варить еще у меня сгорела лампочка из грел она у меня вот на крыльце под навесом вот я в интернете выглядела высмотрела что эту лампочку можно починить вот такой вот взялась чинить там скажем там сказано что нужно найти точечку черную здесь я ее нашла теперь эту штучку нужно отковырять и запаять я нашла паяльник у меня оказывается есть буду делать круче говоря вот она точечка ее надо выдрать вот получится ли у меня ее выдрать вот этим ножиком или нет опс что-то отлетает куда-то буду искать потом опс вот но на хорошо легко оторвалась и вот здесь вот нужно запаять но буду запаивать я не какой-то по если честно паяльник первый раз руках держу никогда этого не делала у меня не хочет бояться так а мы сделаем по-другому я сейчас вот эту штукенцию вот эту вот возьму в руки надо начата поставить она чего поставить я не знаю сейчас что-то такое длинненькая высокая я нашла все сейчас я нашла я нашла сейчас я все сделаю так вот бац так вот бац так вам видно будет видно и чуть-чуть я тоже мой как мне страшно-то ой-ой-ой ручонки трясутся ну ладно счастье и выпрямлю припойчик он так легко он так легко выпрямляется если по шаренька я ничего не вижу ой мамочки как я боюсь ну давай бояйся не пугай меня я же тебя боюсь ну я щас сожгу ее сделаю это наверное выжигалка же да я неверно сделала я нашла другой паяльник это наверное это наверное это выжигалка не то я делаю ну посмотрим сейчас 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 теперь эту будем не греется 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 видите даже не знаю где паяльник а где выжигалка то лезу сейчас греется теперь не знаю как сделать короче все я испортила ее нахер ну короче если я сожгла то я ее сожгла на что она у меня не загорится да посмотрим посмотрим загорится или нет где менять сейчас я пойду я в туалет сейчас выкручу потому что здесь попробую давайте я тут попробую выкрутить в комнате давайте посмотрим буду нагреть или не будет уверена конечно мне кажется я там все сожгла не так как я это делала самом начале с таким ну что то я сделала капец то я не так их боюсь я вон аж сколько наварива тем не камеры то господи гонок фокусируйся ну вот видите вот она вот пошла я теперь делать пошлите со мной здесь здесь я сделала видите я сделала